Поводом для такого решения послужило присуждение госдепам США гражданину Азимджану Аскарову премии «Защитник прав человека». Хотя Аскаров был осужден на пожизненное заключение за организацию беспорядков и соучастие в убийстве сотрудника милиции во время июньских событий 2010 года. Это не соответствует уровню дружественных отношений между Кыргызстаном и США, может нанести ущерб усилиям правительства по укреплению межэтнического согласия и единства народа в республике, создает угрозу гражданскому миру и стабильности общества. Правительство страны намерено в одностороннем порядке денонсировать соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества по облегчению оказания содействия, подписанное 19 мая 1993 года в городе Вашингтон. Правительство Кыргызской Республики. В разгар июньских событий, когда уже вспыхнул Джалабад, поступает информация, что группа людей перекрыла трассу Бишкек-Ош в селе Базар-Кургон, чтобы не допустить проезда колонны из Бишкека. Впоследствии выяснилось, что в числе организаторов был и Азимджан Аскаров. Они намеревались взорвать стратегический мост через реку Караункур и ликвидировать прибывших безоружных милиционеров. С особой жестокостью убили и сожгли капитана Сулайманова. Трасса Ош-Бишкек в Базар-Кургоне перекрыта. Толпа лиц установила баррикады. Прибывает группа безоружных милиционеров, чтобы уговорами деблокировать дорогу. Эти милиционеры были в составе той группы. под градом камней милиционеры побежали. Многие получили тяжелые травмы. Не смог убежать только один – 41-летний капитан Махтебек Сулайманов. Над ним расправились жестоко, долго мучили и сожгли. Милиционеры однозначно утверждают, что видели Азимджана Аскарова, видели, как он призывал убить их. Тем временем, в своем письменном комментарии по поводу денонсации, посольство США выразило разочарование заявлением правительства о выходе из двустороннего соглашения. Правительство Соединенных Штатов напомнило о том, что за годы независимости предоставили помощь Кыргызстану на сумму около 2 миллиардов долларов для укрепления демократических преобразований. В тексте также говорится. Соглашение 1993 года устанавливает правовые рамки, на основе которых США предоставляют гуманитарную и технико-экономическую помощь Кыргызстану. Мы изучаем технические последствия данного решения, которое может поставить под угрозу программу помощи, приносящую пользу кыргызстанцам, в том числе программу по борьбе с насильственным экстремизмом, повышением экономического роста и создание рабочих мест, улучшение системы образования, а также программу поддержки демократического развития Кыргызстана. Мы будем продолжать сотрудничество и оказание поддержки народу Кыргызстана. Правительство Кыргызстана указало свою обеспокоенность по поводу награждения премии «Защитник прав человека» как причину принятия такого решения. Порой мы расходимся во мнениях, как очевидно, и в данном вопросе, но именно возможность говорить о различиях во взглядах придает силу нашим отношениям. Награждение состоялось в минувший четверг в Вашингтоне. Премию за отца получил сын Аскарова. Между тем, в доме Махтабека Сулайманова до сих пор не могут примириться с его смертью. Он погиб в самом рассвете сил. Ему было всего 41 год. Между тем, в доме Махтабека Сулайманова до сих пор не может примириться с его смертью. Чинара Иже пытается не плакать. С такой несправедливостью она не сталкивалась ни разу. Но, несмотря на боль и обиду, женщина вполне трезво оценивает ситуацию. Махтабека Сулайманова до сих пор не может примириться с его смертью. Вручение премии вызвало массу возмущений у граждан Кыргызстана. Так, в Базар-Кургонском районе Джалалабадской области жители провели митинг против награждения осужденного Аскарова. Базар-Кургонцы оценивают это никак иначе, как пощечину Кыргызстану. Мы за справедливость. Это что унижение в адрес кыргызского народа? Как можно награждать человека, который организовывал массовые беспорядки? Как это понимать? «Его вина была доказана в трех инстанциях. Мы против такого ведения политики. Мы в один голос требуем закрыть посольство США в Кыргызстане. Кроме того, мы требуем, чтобы временный поверенный в делах США Ричард Майлз покинул Кыргызстан. Ведь именно его подпись стоит под заявлением о награждении Азимджана Аскарова премии «Защитник прав человека». Своё недовольство по поводу награждения выразили и председатели Диаспор Ассамблеи народа Кыргызстана. По словам председателя Оржского отделения Ассамблеи Балтагула Нурумбетова, присуждение столь высокой премии Аскарову является угрозой гражданскому миру и межнациональному согласию, которого удалось достичь спустя пять лет упорной работы по укреплению дружественных отношений между народами. «Когда мы в нашей диаспоре обсуждали ситуацию вокруг Азимджана Аскарова, выяснилось, что никто его не знает и о его правозащитной деятельности тоже никто не слышал. Потому мы считаем, что действия США неправильны. Люди, работающие в госдепартаменте, не владеют в полной мере ситуацией. Только спустя пять лет после страшных событий мы вновь восстановили взаимопонимание и дружбу между народами. Нельзя допустить провокаций». «Я считаю, что своими действиями США вмешиваются во внутреннюю политику страны. Я это расцениваю как проявление неуважения к нашей судебной системе, а также к жителям всей страны». Едины во мнениях и эксперты. Общественный деятель Токон Мамытов считает, что возможно и пострадают проекты и программы содействия США. Но правительство руководствовалось далеко идущими целями сохранения стабильности – идеей Единого Кыргызстана. Только в условиях формирования межэтнического согласия и взаимодействия возможно экономическое процветание страны. «Спустя пять лет, только-только, когда местным властям, правительству удалось нормализовать межнациональные отношения, нормализовать ситуацию в стране, в это время Госдеп награждает Азинжана Аскарова, одного из лиц, причастных к тем кровавым событиям 2010 года, как будто у нас не было других героев, которые защищали именно права человека. Я могу много привести тех же узбеков, кыргызов, которые защищали друг друга, делали все для того, чтобы был мир-порядок и действительно защищали права человека, несмотря на его вероисповедание, несмотря на его национальность. Таких много и комиссия парламентская бывшая, мы могли бы дать свои кандидатуры. Самый главный плюс – это то, что мы предотвращаем межнациональные противоречия, межнациональные конфликты. Правительство не может не реагировать на вот такие безответственные шаги, как другого государства. Решение вступит в силу через месяц, 20 августа. Теперь МИД должен уведомить правительство США о денонсации соглашения о сотрудничестве по облегчению оказания содействия.